друзья всем привет начался новый сезон а вместе с ним в игре появилось новое испытание с выбором карт и ледяным колдуном за его прохождение мы получим 15000 золотых монет 100 карт ледяных духов 20 карт ледяных големов 10 заморозок и ледяного колдуна легендарную карту испытание состоит из девяти этапов первые четыре этапа я прошел вне видео ну и мы начинаем и смотреть уже с пятого этапа выбор карт изначально беру я мини генераторов потому что их сложнее законтрить плюс они большим уроном обладают чем ледяной колдун то есть ледяной колдун очень хорошим будет замедлять любые карты но при этом урона и у него недостаточно и к нему в пару нужно будет выставлять еще какую-то карту которая будет наносить урон не всегда это возможно поэтому я взял просто мини генераторов на мой взгляд они в этом плане универсальнее далее взял ледяного голема так как мне нужен был какой-то мини танк и затем я взял землетрясение потому как не захотел брать тяжелое заклинание и решил что землетрясение смогу чаще использовать а молнию не факт что вообще найду я момент для использования ну и напоследок взял я стенобоев потому как мини генераторами контрить всадницу на баране гораздо легче чем контрить этой карты стенобоев потому как в стенобоев нужно поставить так мини генераторов чтобы они зафокусились и по одному и по второму стенобою и если противник перед стенобоями будет выставлять какого-то танка то тогда смене генераторы мне будет достаточно сложно защититься именно поэтому я отдал противнику ту карту которым не легче будет законтрить с теми картами которые у меня уже есть в колоде и вот сейчас мой оппонент атакуют с рыцарем и всадницей на баране по левой стороне с принцем по правой стороне и вот то о чем я говорил при помощи мини генераторов хотя бы таким образом но удается у меня защититься от этой атаки при этом сразу же перехожу в контр наступление по левой стороне но противника в колоде есть разряд сразу же обращаю внимание на то что в моей деке присутствует голем голем это тяжелая карта атакующая которая сможет раскрыть свой потенциал только на двойном эликсире соответственно до двойного эликсира в этой игре я буду играть максимально надежно атаковать я буду только со стенобоями с дешевой картой которую не жалко выкинуть в атаку и заставить противника потратить какие-то карты на защиту от стенобоев при этом противник показал уже что в у колоде есть разряд также я помню что у него есть молния но молния он особо за никого законтрить в моей колоде не сможет так как молния против миньонов плохо работает то же самое касается и мини генераторов соответственно как я и предполагал молния в этом игровом режиме в этой игре оказалась абсолютно бесполезной на мой взгляд ну и пока я играю достаточно пассивно защитно пытаюсь не получать много урона по своим вышкам при этом держу в голове что на двойном эликсире я буду атаковать с големом и поддержку голему скорее всего я буду выставлять миньонов потому как особо больше нечего выставлять поддержку своему голему ну и поэтому для того чтобы миньоны хорошо сработали в такой атаке мне нужно будет сначала противника выманить разряд соответственно на двойном эликсире вот сейчас он начался я буду стараться проатаковать со стенобоями чтобы противник отдал разряд ну а затем за своим големом выставлять орду миньонов ну вот сейчас время для того чтобы начать атаку, голему выставляю из глубины, противник отвечает на это ледяным колдуном и принцем, принца разгон нужно, конечно же, остановить для того, чтобы он сильно не врезался в голема, для того, чтобы голем как можно дольше выживал, помню я также, что у противника в колоде есть армия скелетов, ну и вот то, о чем я говорил, разряд отдает мой противник в орду миньонов, и в итоге орда миньонов практически в полном составе умирает, так как противник еще и ледяного колдуна использовал, в итоге моя атака, конечно, не наносит особого урона, закидываю я стенобоев еще в наступление, один стенобой доходит до вышки, это замечательно, но, конечно, этого недостаточно, можно сделать шаг назад и снова из глубины начать свою новую атаку, противник же атакует очень неплохо, кстати, по левой стороне всадницы на баране, но благодаря тому, что до этого я сделал правильный выбор и взял мини-генератор в свою колоду, в итоге эта атака моего противника особого урона не нанесла, и вот здесь вот очень важный момент, я снова атакую со стенобоями по левой стороне, противник отдает на них разряд, и после этого я уже выставил орду миньонов в середину в поддержку своему голему, и в итоге от этой атаки мой противник уже никак не сможет защититься, потому как ледяной колдун просто не успеет избавиться от орды миньонов. Шестой этап испытания, очередной выбор карт, изначально беру я снова мини-генератор, потому как они сложно контряться, для того, чтобы законтрить, нужен либо фаербол, либо яд, либо стрелы, плюс разряд или снежок, или бревно, в общем, достаточно сложно законтрить в испытаниях с выбором карт, то же самое касается и армии скелетов, поэтому я забираю и армию скелетов себе, стражи, тоже неплохая карта, но все же она не обладает таким уроном в одиночную цель, каким уроном обладает армия скелетов. Ну и далее, видя, что я отдал своему противнику адскую гончу, я понимаю, что контрить мне ее и контрить стражи мне будет сподручней и удобней при помощи стрел, поэтому забираю себе стрелы, да, противнику отдаю отличный ответ на армию скелетов в виде разряда, но думаю, что это позволит мне все-таки иметь преимущество в игре, то есть стрелы в данном случае, мне кажется, гораздо полезнее будут. Ну и давайте посмотрим, так ли это. Начинается игра и, к сожалению, я пока не вижу ни одной атакующей карты в своей колоде. Также держим в уме, что адскую гончу я отдал своему противнику, соответственно, мини-генераторов надо будет мне использовать в защиту от адской гончы, так как противовоздушных карт в моей колоде немного, пока я вижу только мини-генераторов, ну и мой противник выставляет адскую гончу, а затем выставляет еще и эликсирного голема и скидывает он бревно. Это неприятно, потому как у него в колоде есть и бревно, и разряд, а из тех атакующих карт, которые я сейчас вижу, у меня есть только бочка со скелетами. Соответственно, противнику будет достаточно просто защищаться от этой карты, либо при помощи бревна, либо при помощи разряда. Ну и вот здесь я тяну время для того, чтобы успеть максимально эффективно использовать стрелы, и у меня получается это сделать. В итоге выживают у меня и один мини-генератор, и ледяной колдун, и перехожу я в наступление с бочкой со скелетами. Ну и тут надо заметить, что противник допустил очень жесткую ошибку в самом начале игры, когда он выставил адскую гончу, а затем выставил еще и эликсирного голема, то есть две карты, которые никак не размениваются с защитными картами противника, и в итоге эти две карты мало того, что урона особо не нанесли, так еще и эликсирный голем дал мне 4 единицы эликсира, за счет которых я смог нанести огромный урон по левой вышке моего противника. Но он делает все то же самое, и очень хорошо для меня, что в его колоде нет тяжелого заклинания, то есть опять же нечем ему убивать мини-генератор, то есть то, из-за чего я их и выбрал, сейчас полностью себя оправдывает. Снова выставляю я их, при этом под прикрытием рыцаря, то есть противник для начала будет вынужден избавиться от рыцаря, ну а затем уже он как-то сможет добраться до мини-генераторов. В итоге закидываю я стрелы, чтобы прикрыть своего рыцаря, и отдаю еще варварскую бочку. В общем, делаю все для того, чтобы мои мини-генераторы спокойно разменялись с адскими щенятами, и моя вышка не получила никакого урона. А затем, за счет того, что у меня дешевая атака в виде бочки со скелетами и рыцаря, я выставляю все эти свои карты. В наступление наношу очередной урон по вышке противника, но он опять повторяет всю ту же самую ошибку, выставляет эликсирного голема и адскую гончу. В итоге от всего этого я легко защищаюсь при помощи опять же мини-генераторов и ледяного колдуна, и опять перехожу в наступление. То есть противник делает всю игру одно и то же, я тоже ничего особо не выдумываю, делаю все абсолютно то же самое и легко защищаюсь от его атак. Снова выставляет он эликсирного голема, использует он эту карту, конечно, очень-не очень, если так можно выразиться. Ну и снова у меня есть все ответы на его атаку. Стрелы я уже распределил на миньонов, фарварскую бочку я определил на копейщиков или на стражей. Ну и в итоге, после того, как противник проатаковал, перехожу я в свое наступление с огромным количеством мини-генераторов, с двумя рыцарями, с ледяным колдуном. Помятую я о том, что в колоде противника нет тяжелого заклинания, спокойно я выставляю все в кучу, и от этой атаки, конечно, мой оппонент уже никак не сможет защититься. Да, он пытается что-то сделать при помощи бревна, но этого, конечно, недостаточно. Таким образом, эту игру я также выиграл на стадии драфта, и у нас уже следующая игра. Выбираю я копейщиков, потому как они могут уносить стабильный урон, в отличие от огненных духов. Огненные духи взрываются, и все. Далее взял я королевских рекрутов, потому как они атакуют еще что-то, кроме зданий, то есть они же мне и помогут защищаться от коргига. Также взял я ледяного духа, чтобы затормаживать коргига. Ну и далее я долго думал, надо было брать, конечно, яд. Я сейчас-то это понимаю, потому как это тяжелое заклинание, и можно законтрить большее количество карт. Но я взял бревно, и руководствовался я здесь вот чем, друзья, бревно. Но контрит всю мою мелочевку, которая есть сейчас у меня в колоде. То есть и королевских рекрутов оно неплохо контрит, и копейщиков. Ну и плюс я решил, что бревно это дополнительный контроль, который поможет мне справляться с коргигом моего противника. Хотя в такой ситуации, конечно же, надо было брать тяжелое заклинание, просто потому что яд сможет законтрить гораздо большее количество карт, чем то же самое бревно. Бревно это, безусловно, хорошее заклинание, обладающие контролем и неплохим уроном, но только по земле и только в определенной зоне действия. И вот мой противник выставляет сборщик эликсира, при этом до этого он показал вышибалу. Я понимаю, что в этой игре для меня все очень плохо будет складываться, просто потому что у меня нет нормального ответа на вышибалу. Да, вот сейчас выставляю я королевских рекрутов, но самая большая проблема заключается в том, что у противника есть сборщик эликсира, а яд я отдал именно ему, и поэтому сборщик эликсира мне контрить просто нечем. Но при этом противник допускает большую ошибку, слишком много эликсира он потратил в атаку, и за счет этого по правой стороне моя атака смогла нанести неплохой урон. Правда, дальше опять мне надо будет выставлять что-то на убой под вышибалу. Вышибало, конечно, огромное количество проблем мне будет доставлять в этой игре, потому как защищаться, как я уже сказал, от него особо нечем. Но, опять же, самые большие проблемы мне достаются из-за сборщика эликсира. Уже два сборщика стоит на поле боя, это значит, что у моего противника будет стабильное, огромное преимущество по эликсиру. Мне их нечем убивать, да, можно было бы скинуть бревно на сборщик, который стоит ближе ко мне, но при этом особо бы мне это не помогло. Пытаюсь я добить правую вышку моего оппонента, ну а защищаться, я надеюсь, у меня получится до конца игры от защищаться и не потерять свою левую вышку. Правда, это будет очень сложно. Сложно, потому что у меня нет ответа еще и на орду миньонов. То есть, если противник будет выставлять орду миньонов, как это вот он сейчас делает, под прикрытием королевского гиганта, то защищаться мне от этой орды просто тупо нечем, как видите сейчас на своих экранах. Далее выставляю я охотника на правую сторону для того, чтобы прикрыть своих королевских рекрутов, для того, чтобы добить его вышку по правой стороне и начинаю потихоньку ее уже добивать при помощи бревна. Ну а далее снова мне нужно защищаться. Выставляю я хижину варваров, выставляю ее на правую сторону для того, чтобы успеть все-таки добить опять же вышку моего противника. Но у него все так же стоит два сборщика эликсира и идет на меня жесточайшая атака. При этом здесь я еще допустил ошибку в постановке хижины варваров. Надо было ее, раз уж я ее пустил на правую сторону, надо было ее выставлять на клеточку повыше. Ну и здесь у моего противника просто уже огромнейшее преимущество по эликсиру, потому как опять же стоят все те же самые сборщики, которые дают ему эликсир. Ну и мне здесь просто нечем защищаться от двух вышибалов, от двух королевских гигантов, плюс еще и орда миньонов. Ну и здесь уже нечего, конечно, сделать. Игра, которую я проиграл, просто отдав одно заклинание. Это яд. И у меня просто не осталось в итоге ответа. Ни на орду миньонов, ни на сборщика эликсира. Ну сам виноват, на стадии драфта взял не то заклинание. Далее следующий выбор карт. Забираю я себе таран, потому что мне им удобнее играть. Также взял я миньонов, потому как это карта, которая летает, которую сложно законтрить, если у тебя нет противовоздушной карты. Также взял магического лучника, потому как его также сложно законтрить, если нет фейербола или яда. Ну а далее забрал себе яд, потому что, конечно, нельзя было отдавать противнику отличный ответ на моего магического лучника. Ну и начинается игра. Надеюсь, что я сделал правильный выбор. Надеюсь, что смогу я защищаться от атак моего противника. Правда, у него есть неудобное для меня сочетание карт. Это гигант и дровосек. То есть гигант с дровосеком могут доставить мне хлопот. И вот сейчас противник выставляет гиганта из глубины. Также выставляет он еще и электродракона на левую сторону. В итоге я пользуюсь тем, что он потратил огромное количество эликсира на левую сторону и атакую с тараном и миньонами. Сразу же сношу правую ушку моего противника, но проблема заключается в том, что сейчас мне надо как-то защищаться. При этом противник показывает еще и то, что в его колоде присутствует мини-пека. Ну а далее я ошибаюсь, друзья, с постановкой темного принца. Надо было выставлять его, конечно, ближе к моему ледяному колдуну. Тогда ледяной колдун смог бы замедлить не только гиганта, но и мини-пеку, и мой темный принц смог бы разменяться мини-пекой. Конечно, я бы не потерял в такой ситуации свою левую вышку. А в итоге из-за своей вот такой ошибки, в первую очередь из-за того, что криво поставил темного принца, теряю я свою левую вышку и получается, что мы с моим оппонентом разменялись вышками на первой же минуте игры. Ну и тут проблема для меня заключается в том, что у противника есть гигант, есть дровосек и мини-пека. То есть если эти три карты он запустит в атаку, то мне надо будет максимально идеально использовать своего темного принца. При этом максимально эффективно стараться прикрывать магического лучника для того, чтобы магический лучник уроном по области смог защититься от подобных атак. Но здесь противник еще решает и перейти в наступление с королевским гигантом. После того, как на убой он отдал своего обычного гиганта. И на мой взгляд это большая ошибка. То есть 5 единиц эликсира он здесь просто выкинул. Правда я также допустил ошибку. Выставил ледяного колдуна в данной ситуации, хотя этого было делать не обязательно. Далее защищаюсь я от кор гига при помощи темного принца. Но при этом моя вышка сейчас получает неприятный урон. Ну и надо как-то мне справляться с электродраконом. Электродракон огромные проблемы мне доставляет. По большому счету нет у меня на него ответов. Если только выставлять какую-то карту, чтобы она впитывала урон от электродракона, а затем подставлять еще миньонов, чтобы они избавлялись от этой карты. Ну и решаю я здесь попробовать перейти в наступление с темным принцем и тараном. Отдаю очень удачный яд в данной ситуации. Магическим лучником также простреливаю, добиваю электродракона. Правда теперь конечно я понимаю, что надо будет мне защищаться. И смотрю как будет атаковать мой противник. Выставляю я темного принца. К сожалению не в тайминг. И в итоге темный принц просто убегает вперед. Но хорошо, что в моей колоде присутствует ледяной колдун, который отлично работает против королевского гиганта. И в итоге от этой атаки я смог защититься. И снова перехожу в наступление по левой стороне со своим тараном. Отдаю опять же яд. Ну и вот в данной ситуации я не рискую выставлять еще магического лучника, чтобы он простреливал через электродракона. Потому что понимаю, если я это сделаю, то у меня не хватит эликсира на защиту. То есть если бы я выставил сейчас магического лучника, то как вы видите, противник в эту же секунду выставил бы гиганта. В итоге магический лучник зафокусился бы на гиганте. И я бы скорее всего проиграл эту игру. Поэтому здесь я все правильно рассчитал. И благодаря тому, что не пожадничал, не пошел добивать вышку прямо здесь сейчас, я выиграл. Добрался я до восьмого этапа. Выбор карт. Я беру магического лучника, потому что он обладает большим уроном, чем ледяной колдун. И может еще и в атаке быть полезен. В отличие от того же ледяного колдуна, который в атаке практически никакой помощи оказать не сможет. Также взял королевского призрака, потому что он контрит банду гоблинов. И в целом мне нужен мини-танк. И взял королевскую почту с тараном, потому что королевская почта будет контрить все карты поддержки моего противника. Ну а тараном атаковать с теми картами, которые я уже выбрал, будет одно удовольствие. Помню я, что в колоде противника присутствует банда гоблинов, поэтому выставляю перед своим тараном ледяного голема и понимаю, что таран за счет такого маневра сможет нанести урон по вышке противника. Дальше у меня проблемы. Проблема заключается в том, что у меня в колоде пока я вижу только одну противовоздушную карту. Это магический лучник. Ну и противник атакует с адской гончей. Соответственно, очень долго будет ковырять эту адскую гончу мой магический лучник. Ну а мой противник добавляет в атаку еще и целительницу с принцем. И вот от этой атаки, конечно, сложно защититься, потому что принц будет жить сейчас огромное количество времени. И вынужден я выставлять еще и королевского призрака. То есть потратил я абсолютно весь эликсир на эту защиту. Но в целом получилось достаточно неплохо. А с учетом того, что противник сейчас еще и неудачно выставил ледяного колдуна, получилось совсем замечательно. Еще и какой-то урон ледяной... Ой, магический лучник наносит по левой стороне. И в целом меня устраивает полностью начало игры. Противник снова выставляет адскую гончу в атаку. Ну а я атакую с темным принцем и за ним таран. Потому как я помню, что есть банда гоблинов. Но противник удивляет меня армией скелетов. Ее я, конечно, не ожидал. Но в итоге своей цели моя атака достигает. Таран врезается в вышку и варвары ее уничтожают. Ну и противник в этот раз решил проатаковать по-другому. Хотя, на мой взгляд, гораздо сложнее мне было бы защищаться, если бы он атаковал, опять же, с целительницей и принцем. Но он решил добавить в атаку кладбу. И в итоге, в первую очередь, при помощи королевской почты, я смог справиться с этой атакой. Правда, на моей вышке осталось совсем мало здоровья. И поэтому надо будет мне играть повнимательнее остаток игры и стараться не отдать свою вышку моему противнику. Атакует он с целительницей и принцем. И вот эта сложная атака. Вынужден я на убой выставлять свой таран для того, чтобы темный принц смог разогнаться и своей булавой законтрить и целительницу, и принца простого. Ну и решаю я перейти в наступление с арбалетом. Добавляю ему в прикрытие магического лучника, чтобы избавиться от мелочевки. Но мой противник успел докрутиться до принца. И вот здесь вот уже экстренно скидываю королевскую почту. Пытаюсь спасти своего магического лучника, но у меня это не удается. И понимаю, что здесь многовато эликсира. Я потратил в защиту и противник переходит в жесткую атаку с кладбой. Я боюсь, что я не смогу от нее защититься. Выставляю магического лучника вот в такую позицию, чтобы он как можно более эффективно защитился от кладбы. Ну и в итоге получается у меня спасти свою левую вышку. У моего противника в колоде тяжелого заклинания нет, поэтому я могу рассчитывать на победу. Пытаюсь отзащищаться последние 5 секунд. Ну и да, мой противник здесь уже понимает, что не успевает он добить мою вышку. Мне повезло, можно сказать. Предпоследний этап пройден. И мы переходим к решающей игре. Выбор между королевским гигантом и гоблинской бочкой. Я беру гоблинскую бочку, потому что она дешевле стоит. Не факт, что у противника будет ответ на эту атакующую карту. Также я беру армию скелетов, потому что она замечательно работает в связке с гоблинской бочкой и является замечательным ответом на королевского гиганта. Также, конечно, я беру себе стрелы, потому что не хочу отдать контру на гоблинскую бочку моему противнику. Ну а до этого я выбрал еще магического лучника, потому что магический лучник замечательно контрит армию скелетов. В итоге я вижу, что помимо гоблинской бочки в моей колоде присутствует еще один вин кондишн. Это эликсирный голем. И это очень неплохо. Меня это полностью устраивает. Изначально выставляю я хижину гоблинов в напряг своему противнику. Помню я о том, что у меня есть еще армия скелетов. Следующая причем карта. И, соответственно, я смогу защититься от королевского гиганта в любом случае. Либо с помощью хижины гоблинов, либо при помощи армии скелетов. Именно поэтому не стал я экономить хижину гоблинов в данной ситуации. Ну и вот мой противник очень много эликсира сейчас потратил. Выставил он на убой королевского гиганта. Далее также допустил ошибку с выставлением клетки с гоблином. И в итоге остался он без эликсира, без защитных карт. И, соответственно, сразу же потерял свою правую вышку. Пытается он как-то исправить ситуацию при помощи стражей. Но стражей в данной ситуации недостаточно. И правая вышка моего оппонента уничтожена. Более того, у меня еще и огромный запас эликсира. То есть я уже успел накопить снова 10 единиц эликсира. Играя эликсирным големом, друзья, нужно помнить о том, что он отдает эликсир в итоге вашему противнику. И поэтому, пока идет ваша атака, то есть вы вложились в атаку на какое-то количество эликсира. Далее нужно притормозить, нужно подкопить эликсир, чтобы с условием того, что ваши кляксы отдадут эликсир вашему противнику, у вас были ресурсы на защиту. То есть именно это я сделал. Я вложил в атаку достаточное количество ресурсов, чтобы она, эта атака, снесла вышку моего противника. Ну а далее я копил эликсир на возможную атаку моего оппонента. Ну и вот здесь противник, не отзащищавшись, потратил весь свой элик на атаку по правой стороне. Я, увидев это, просто закинул гоблинскую бочку со снежком и добил его главное здание. Как итог, испытание пройдено. Со счетом 9-1, к сожалению, один раз я проиграл. Проиграл из-за того, что отдал противнику ту карту, которая могла бы позволить мне выиграть. Этот яд я запомню навсегда, как говорится. Но главное, что все награды собрал, испытание прошел. Надеюсь, что это видео поможет вам также пройти это испытание, друзья. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Всем пока.